Здравствуйте! О новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Дэвича. Я Ксения Фрик. Смотрите в этом выпуске. А богатые люди они тут не покупают. Наш труд очень тяжелый, но только людьми не ценится. Нам важно, чтобы здесь были именно люди, которые руководят, которые сами танцуют и руководят, и у них есть под ними еще люди. Хип-хоп в массы. Известные на всю страну хореографы дали бесплатный урок танцев. Президент России Владимир Путин сегодня официально объявил о присоединении Республики Крым к нашей стране. Государственные деятели России и представители власти Крыма подписали договор. После этих событий по всей стране прошли митинги в поддержку Республики и ее жителей. Наш город не остался в стороне. Митинг, посвященный итогам референдума в Республике Крым, проходит в 6 часов вечера на Театральной площади. На месте событий побывала корреспондент нашего интернет-портала девятка.ру Юлия Перминова. Как разворачивались события, она рассказала по телефону. Назвать точное число людей невозможно, но пока можно точно сказать, что площадь заполнена наполовину. Люди подходят до сих пор с довольно большими группами, с плакатами «Крым мы с вами, своих не сдаем». Много очень триколоров, раздают георгиевские ленты. Ну и стоит в целом такая довольно праздничная атмосфера. Закончилась концертная программа, то есть был звучал вальс, как раз люди пританцовывали. А сейчас будут выступать жители города и говорить свое отношение по поводу сегодняшних исторических событий. К другим темам. Каждые два дня в мире появляется новый вид наркотиков. А за последние три года количество их видов выросло вдвое, с 250 до 500, рассказали сегодня в Кировском управлении наркоконтроля. Кроме того, добавили, с такой скоростью изобретение дурманящих веществ не справляются ни законодатели, ни спецведомства. Тем временем возраст тех, кто принимает наркотики, только молодеет. Сейчас контингент зависимых – это молодые люди от 18 лет. К тому же число тех, кто хоть раз пробовал смертельные препараты, постоянно растет. Сейчас в Кировской области их число превысило тысячу человек. Причем диагноз «наркомания» стоит в истории болезни более чем у 600 из них. И это только официальные данные. Как говорят специалисты, масштабы проблемы намного больше. Кстати, с начала этого года кировским наркополицейским удалось изъять 7 килограммов наркотиков. Чтобы подключить к борьбе с запрещенными веществами как можно больше людей, по всей России сейчас стартовала акция. Как она будет проходить в Кирове – в сюжете Анны Мамаевой. Тысячи семей столкнулись с непоправимой бедой. Стать наркоманом – это означает никогда не вернуться назад. В нормальную жизнь. В семью. Эти кадры пугают и информируют. Наркотики – это смерть. Совсем скоро их начнут показывать по телевидению. Этот ролик – один из первых и уже реализованных шагов антинаркотической акции «Общи», где торгуют смертью. Проходит она в масштабах всей страны. И уже не первый год Киров присоединяется каждый раз. В этом году в программе уроки в школах, творческие конкурсы в университетах, информационные беседы и рейды. Все это с одной целью – привлечь к борьбе с наркотиками как можно больше людей. Интернет-уроки, имею право знать, подключены все. Прокуратура, наркоконтроль, полиция, правительство, все департаменты, образование, здравоохранение. Подключены все, потому что одними полицейскими методами проблему эту не решить. С этим согласны и в городской прокуратуре. В течение месяца будут проводить мероприятия по борьбе с наркоманией. Основной упор сделают на информирование кировчан. Материал информационного характера. Тут указаны телефоны, куда граждане могут обратиться, если им также известны какие-либо данные. Такие листовки развесят по городу, буклеты раздадут детям в школах. Кроме того, в планах обустроить во всех кировских учебных заведениях информационные стенды, посвященные борьбе с наркоманией. Размещена информация на стенах дома о том, где можно приобрести наркотики. И информация о том, что в какой-то квартире, допустим, живут наркоманы и там систематически употребляют наркотики. Каждое обращение было проверено и при подтверждении фактов были приняты соответствующие меры. Кстати, сообщать о том, где продают наркотики, можно по телефонам доверия. А также с помощью таких специальных ящиков. Они обустроены в торговых центрах и кинотеатрах города. Письма кировчан из ящика сотрудники прокуратуры будут извлекать каждую неделю. Анна Мамаева, Александр Брызгалов, Бюро новостей, Давича. Решать проблемы предпринимателей теперь будут более эффективно, заверили сегодня в городской администрации. Глава города Владимир Быков подписал соглашение о сотрудничестве с уполномоченным по защите прав предпринимателей Сергеем Даниляном. По словам главы города, предпринимателям приходилось самим решать свои проблемы или, например, отстаивать интересы в суде. А теперь, благодаря соглашению, которое подписали сегодня в городской администрации, помогать им в этом будет бизнес-омбудсмен. Как отметил глава города, задача, которую необходимо решить в первую очередь, это наладить взаимодействие между властями и владельцами нестационарных торговых объектов. Соглашение, которое мы сегодня подписали, позволит нам те все проблемные вопросы, которые возникают у нас в муниципальном образовании город Киров, решать согласованными действиями. То есть это будет согласовано, это будет проверено соответственно юристами и нашими, и Сергеем Дворовичем. Здесь работают больше всего предприниматели, средних, малых и так далее. Ну, я думаю, что здесь много пунктов, которые мы будем соблюдать оба. Но самый главный пункт – это взаимодействие сторон по защите прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства. Поддержать и защитить кировских предпринимателей и фермеров призвана и новая мера, о которой сегодня рассказали чиновники. В ближайшем будущем в каждом районе города планируют открыть ярмарку, где все желающие смогут бесплатно занять место и торговать своей продукцией. Такая мера, уверены городоначальники, поможет и освободить улицы от незаконной торговли. Екатерина Зубарева продолжит тему. Варенье, овощи и чеснок – все это Левтина Фофанова вырастила летом у себя на даче, чтобы зимой радовать кировчан своими домашними деликатесами. Говорит, уличная торговля для нее – источник дохода, хотя и не такой прибыльный, как хотелось бы. У людей денег нет, у пенсионеров. Мы стоим пенсионеры, так и покупатели пенсионеры. А богатые люди они тут не покупают. Наш труд очень тяжелый, но только людьми не ценится. Чтобы облегчить жизнь кировским фермерам, чиновники предложили новый проект. Его презентовали сегодня в городадминистрации. В планах представители власти предоставить бесплатные площадки на открытом воздухе, где люди смогут беспрепятственно продавать свою продукцию. Такие рынки должны появиться во всех районах города. Для нас ярмарка в том понимании, что это смычка именно города и деревни, как не только даже купить что-то, продать, а именно общаться. Еще власти планируют создать отдельный сайт с личными страничками уличных торговцев и фермеров-предпринимателей, где те смогут размещать информацию о своем товаре. Там же будут оставлять сообщения, где и когда пройдет следующая ярмарка. Первая ярмарка в рамках нового проекта пройдет здесь, на площади Ножуковского, 11, уже 29 марта. Ярмарка будет действовать с 9 до 3 часов дня. Здесь развернется не только торговля, но и пройдет шоу-программа. Кстати, добраться до сюда от площади АвиТека можно будет на специальном бесплатном автобусе. Екатерина Зубарева, Алексей Стахеев, Бюро новостей Дайвича. Два библиотечных зала, музей и место для народного творчества. В селе Фатеева Кирово-Чепецкого района впервые за много лет открылся культурно-досуговый центр. Это стало возможно благодаря проекту по поддержке местных инициатив. Местные жители сами предложили областным властям дать им возможность культурно просвещаться и собрали деньги на строительство объекта. Значит ли это, что сельские клубы и дома культуры вновь будут возрождать вятской глубинке? И планируют ли власти строить новые такие объекты за счет бюджетных средств? Подробности в сюжете Дмитрия Житарчука. Об этом мероприятии жители села Фатеева знали заранее. Даже объявление с приглашением на праздник в местном магазине накануне было. События значимые. Впервые за долгие годы Фатеевская библиотека из практически катакомб здания прошлого века постройки переезжает в новый дом. И вот эта первая конфетка это у вас, Фатеева. Счастья вам, здоровья, счастья вам. Впрочем, здание это относительно новое. Только что после реконструкции. Раньше здесь был дом-интернат. Пустовал многие годы, после чего местная администрация решила предложить жителям в складчину отреставрировать его и устроить тут культурно-досуговый центр. Заявились на конкурс по поддержке местных инициатив, но поначалу проиграли. Попробовали вновь, победили. Часть средств выделил областной бюджет, почти полтора миллиона. Еще добавили спонсоры и местные жители. Но и после этого все опять пошло негладко. Подвел первый подрядчик. Здание начали делать неправильно, уронили его, его вообще все перекосило. И когда пришел у нас новый застройщик, мы уже, честно говоря, не верили, что кто-то в состоянии эту систему исправить, эту ситуацию. Когда пришел новый застройщик, посмотрел и сказал, не беспокойтесь, у вас будет еще лучше, чем вы думаете, чем вы только можете представить. До Нового года мы все не верили, хотя работа шли очень хорошо. Ребята молодцы, они просто чудо сотворили. Это, скажем так, концепция. В департаменте культуры признают, ушедшие в прошлое сельские клубы и домокультуры восстанавливать сегодня трудно, а местами и даже незачем. Не везде там, где они были, сейчас даже люди живут. Но уже в ближайшие годы в области могут появиться четыре новых, так называемых, многофункциональных досуговых центра. Они будут построены полностью за счет средств государства. В Иранске, Слободском, Стрижах и Кирово-Чапецке. Предусматривается размещение и фитнес-зала, и небольшого кафе, и, само собой, зрительный зал с элементами трансформации. Размещение библиотеки, кружки, где-то музыкальная школа, где-то может располагаться даже администрация в этом центре. То есть он именно многофункциональный. Это что касается крупных объектов культуры. Под такие же, как этот, в Фатеево, небольших досуговых центра, только в Кирово-Чапецком районе в прошлом году было отреставрировано три здания. Впрочем, по области десятки бывших клубов советских времен постройки до сих пор пустуют. Дмитрий Житарчук, Данил Кочкин, Бюро новостей, Давича. Ради комфорта жителей Вятских полян местные коммунальщики работали почти всю ночь. Сегодня в городе появилось холодное водоснабжение. Напомню, 17 марта из-за аварии на канализационном коллекторе в Вятских полянах пришлось отключить воду. Без блага цивилизации больше 33 тысяч человек оставались почти 12 часов. Причем не было ни горячей, ни холодной воды. Как оказалось, авария произошла из-за того, что на старую трубу канализационного коллектора обвалился грунт, в результате чего трубу засыпало землей. Сток канализационных вод прекратился. Аварию устраняли до поздней ночи. Сегодня в администрации Вятских полян сообщили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее включить в домах и горячую воду тоже. Авария на коллекторе в Вятских полянах повлекла за собой не только отключение водоснабжения, но и другие коммунальные беды. Подвал дома номер 3 на улице Гагарина затопило водой из-за канализации. Затопленный подвал своего дома на улице Гагарина Людмила Зверева показывает со слезами на глазах. Рассказывает, как только заметила, что помещение заполняется водой, сразу начала звонить во все инстанции. В домоуправление ей пообещали прислать спецтехнику для откачки воды. Однако помощь так и не пришла. ЖКХ позвонили, управда маме, Светлана сказала, что машины должны быть. Ни одной машины не было, и до сих пор вода прибывает и прибывает. И такая ситуация повторяется здесь уже 7 лет подряд. На вопрос, в чем причина постоянных протечек, в управляющей компании жильцам ответить не могут. В то время как условия проживания жильцов нижних этажей из года в год становятся все хуже. На первых этажах жителям жить невозможно. Там у нас и блохи, там у нас и эти самые, вот как их назвать. В общем ужасно. А запах какой, полоцаревает. И вот сейчас туда зайти нельзя, только его нища. Сейчас жители дома на улице Гагарина планируют писать жалобу в прокуратуру. Если и это не поможет, будут обращаться в суд. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Российские школьники смогут выбирать уровень сложности единых госэкзаменов на свое усмотрение. Такая возможность появится в 2015 году. В составе ЕГЭ будет несколько вариантов сдачи базовой и повышенной сложности. Кстати, первый эксперимент по внедрению двухуровневого единого госэкзамена планируется провести в 2014 году. Так, при поступлении в технический вуз абитуриент может сдавать профильную математику и базовый русский язык. А в гуманитарное высшее учебное заведение – профильный русский и базовый уровень математики. Жители поселка Мургина смогут забыть о проблемах с отоплением. В этом году там должна появиться новая газовая котельная. В настоящее время заканчиваются проектно-изыскательные работы, закуплено все необходимое оборудование. В апреле строители начнут готовить площадку под строительство будущей блочной газовой котельной. Окончание всех работ и пуск котельной запланирован на октябрь этого года. Пассажиры Кировского вокзала в этом году смогут смотреть кабельное телевидение и садиться в вагоны с новых перронов. На станции произойдет ряд изменений. Так планируется, что в 2014 будет завершен капитальный ремонт бортовой части перрона первого пути. Обновят и лестничные сходы с привокзальной площади. На лестницах поменяют ступеньки и установят металлические ограждения. В самом здании вокзала обновят все указатели, а в зале ожидания на втором этаже и в комнатах отдыха появится кабельное телевидение. Кроме того, там будут установлены новые банкоматы. Общая стоимость ремонта более 7 миллионов рублей. Впереди короткая реклама, а вот что вы увидите сразу после нее во второй части нашего выпуска. Деньги счет любят, чему учили школьников на уроке финансовой грамотности. Хип-хоп в массы. Известные на всю страну хореографы дали в Кирове бесплатный урок танцев. Встали на лыжи, как дети правоохранителей за победу боролись. Вы смотрите «Давич» и продолжаем выпуск. Школьников сегодня учили, как правильно брать кредиты. Урок финансовой грамотности прошел в Кирове. В режиме онлайн специалисты объясняли старшеклассникам, что такое банковский заим и как им правильно пользоваться. Такие занятия, а это уже третье в учебном году, одно из направлений работы регионального правительства с населением. На прошлых занятиях, к примеру, детям рассказывали, из чего складывается областной бюджет. И сегодня неоднократно звучало, что учиться распоряжаться своими деньгами нужно как можно раньше. Финансовые грамотности школьников учили представители банковских структур. Рассказали не только о терминологии, но и об ответственности. А в конце урока предложили проводить такие занятия и для взрослых. Многие просто не решаются, например, заплатить за коммунальные услуги в банке. И вместо этого отстаивают очереди в сберкассах. На предложение глава департамента финансов Елена Ковалева ответила утвердительно. К тому же в области уже был опыт обучения людей старшего возраста компьютерной грамотности. Сейчас мы стоим на пороге внедрения нового пилотного проекта по партиципаторному бюджетированию. Пусть вас это слово не пугает. Мы более простое слово нашли этому пилотному проекту. Народный бюджет. Но цель одна – вовлечь граждан, чтобы они активно стали разбираться в общественных финансах, участвовать в построении, в расходовании общественных финансов. Вовлечь кировчан в танец сегодня старались ведущие хореографы страны. В Кирове они дали три мастер-класса. В течение шести часов мастера хип-хопа с мировым именем показывали движение и делились секретами с педагогами танцевальных студий нашего города. На уроки побывала и наша Елизавета Халикова. Гостей из Москвы кировчане встретили бурно. Неудивительно. Сегодня шестичасовой мастер-класс по танцам. Для них приехали провести ведущие хореографы страны. Алексей Шалбуров – участник международных танцевальных фестивалей. И Алексей Арапов – постоянный член жюри многих танцевальных соревнований. Ребята уверяют, их главная цель – популяризировать качественные танцы. Нам важно, чтобы здесь были именно люди, которые руководят, которые сами танцуют и руководят, и у них есть под ними еще люди. Это намного быстрее, скажем так, даст свои плоды. Потому что очень часто бывает, что приезжаешь в какой-то город, и приходит очень много народу, но они настолько пока еще начинающие, что с ними нам заниматься, скажем так, не совсем есть смысл. И раз, два, и три, четыре. Перенять опыт у хореографов-профессионалов пришли не новички, а 40 лучших представителей пяти танцевальных школ области. Среди них Надежда Медведева. Несколько лет девушка учит танцевать детей от 4 до 9 лет. Говорит, на мастер-классе хочет изучить новые методы преподавания. Цель прокачаться для того, чтобы был какой-то толчок к дальнейшему росту. Потому что это надо мне, во-первых, как педагогу, как хореографу, потому что я обучаю маленьких детишек. И чтобы не только мне самой вырасти, но и им передать этот опыт. Эта работа уже является плановой, потому что, тем более, у нас год культуры с вами. И поэтому мы будем, скорее всего, дальше продолжать. Надо следить за новостями. Я думаю, что это не единственный проект, и будет еще много интересных и уникальных проектов. Результаты этого мастер-класса участники обещали показать на фестивале, который пройдет в Кирове этой весной. Елизавета Халикова, Даниил Кочкин, Бюро новостей Давича. Своё мастерство в танце они уже показали. На сцене областной филармонии выступали те, кто точно знают, чего хотят женщины. Танцоры из пермского шоу «Дамские угодники» удивили зрителей новой программой. На этот раз на сцене танцевальная постановка на патриотическую тему «Все на бал». Исконно русские мотивы – современными телодвижениями. Именно с этой программой коллектив планирует выйти на международный уровень. Кстати, в труппе большинство участников без танцевальной подготовки. Одни пришли в коллектив из спорта, другие днем работают преподавателями и врачами. Объединяет их знания женской психологии и хорошая физическая форма. «Дамские угодники» подарили зрителям не только танцевальное шоу, но и мягкие игрушки и цветы, а главное – внимание, которое получили с избытком замен. Они нам дарят самое главное – свое присутствие, свое внимание, свои улыбки, свои глаза, эмоции, за которыми мы приезжаем вновь и вновь каждый раз в ваш город и будем регулярно ездить в ваш город, потому что у вас хорошая публика, нас хорошо встречают. Мы за этим ездим. Сегодня дети сотрудников правоохранительных органов вышли на лыжиню. В соревнованиях Кировской региональной организации «Динамо» по лыжным гонкам приняли участие 65 спортсменов. В разных возрастных категориях за медали боролись девушки и юноши от 8 до 16 лет со всей области. В общем зачете первое место заняла сборная управления Министерства внутренних дел. Ребята из команды Министерства по чрезвычайным ситуациям стали вторыми. Бронза у лыжников Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Кстати, 19 марта на старт в этом же виде спорта выйдут и взрослые. Конечно, у нас подводится командный итог, личный итог, награждаются все участники соревнований. У нас всегда получают поощрительные призы, неважно выиграл он или проиграл. Но, конечно, я думаю, по большому счету главное участие, потому что есть дети, которые просто идут на лыжах, будем так говорить. По большому счету главная задача, чтобы дети занимались спортом. Владимир Путин вручил награды россиянам, которые завоевали медали на зимних паралимпийских играх. Спортсмены удостоились орденов дружбы и медали за заслуги перед Отечеством. Среди награжденных и житель Кирова-Чепецка Илья Волков. Он стал серебряным призером Паралимпиады по слэдж-хоккею. О других новостях спорта смотрите в коротком видеообзоре. В Голландии прошел финал Кубка мира по конькобежному спорту. Кировчанин Алексей Суворов на дистанции полторы тысячи метров занял 29 место. Победу одержал российский спортсмен Денис Юсков. Вторым стал местный атлет Кун Вервей. А тройку призеров замкнул поляк Бродко Збигнев. Кировские спортсменки Валентина Ким и Елизавета Дубровина вернулись из Португалии, где проходил первый этап Кубка мира по спортивной акробатике. Воспитанницы спортивной школы номер 8 города Кирова вот уже три года входят в состав сборной страны и являются заслуженными мастерами спорта по спортивной акробатике. На этих соревнованиях девушки стали бронзовыми призерами, уступив спортсменкам из Белоруссии 0,1 балла. Первое же место заняла пара из Бельгии. На льду стадиона «Родина» завершился второй этап турнира детской лиги по хоккею с мячом среди мальчиков 10-12 лет. От Кирова в соревнованиях выступало сразу две команды и обе вошли в тройку призеров. «Родина-2002» стала победителем, а «Родина-2003» завоевала бронзу. Были определены и лучшие игроки старта. Сильнейшим среди нападающих признали нашего Кирилла Литвинова, лучшим бомбардиром Михаила Марьина, а лучшим игроком турнира стал Владислав Пимонов. В Бельгии завершился чемпионат мира по каратэ-кюкосинкай в разделе «Ката». Это формальный комплекс. В составе сборной России выступала Кировчанка, тренер клуба «Дельта» Наталья Богданова. В личном зачете она показала лучший результат и стала чемпионкой мира, выполнив также норматив заслуженного мастера спорта. В командных соревнованиях Наталья удостоилась серебряной медали. Всего в мировом чемпионате приняли участие спортсмены почти из 30 стран. Это отличный забор из профнастила. А то, что строится забором, решать вам. Заборы под ключ. Группа компании «Стандарт» 777-556, 777-554. И это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Напомню, что вы можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о событиях в редакции Бюро новостей Дайвича по телефону 38-48-88. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Ксения Фрик. Всего доброго и до свидания. Генеральный партнер Бюро новостей Дайвича, официальный дилер «Фольксваген ТСК Мотор». Благодарим за поддержку сеть магазинов «Кристалл Электро». Благодарим за поддержку группы компании «Стандарт». Продолжение следует...